Ну что ж, Ариэру, мои маленькие любители, покушайте микрофон, как всегда, ваш покорный слугам Амор, и мы начинаем играть в такую увлекательную игру, как Спор, космический приключен. Игрушка далеко не новая, но от этого не теряешь свою известность. Она вышла в 2008 году, и на удивление в 2019 она начинает набирать снова свою популярность. Думаю, не нужно объяснять, что это за игра и с чем она связана. Я постараюсь лишь проходить её, начиная со стапы клетки. Цель этой игры — достичь центра галактики, но об этом попозже. И постараюсь играть на все ядности, потому что считаю это оптимальным. На максимальном режиме сложности, потому что только хардкор. Есть у меня идея для названия планеты. Назовём её Хакис. Тот, кто знает, тот поймёт. Ролики, и я думаю, всё вот это обучение, все эти ролики, это давно проходилось, всё неоднократно всеми изучалось до дыр. И моя задача сейчас просто есть. Этап клетка самый скучный, на мой взгляд, этап, потому что он представляет собой, как верно подметила игромания, обычный кликер. Я не стал заморачиваться насчёт персонажа, пока это не имеет смысла. В любом случае, это можно потом изменить и исправляться с этим не возникнет. Как я говорил, то, что я сейчас планирую выходить на этап всей ядности, и очков науки мне понадобится много для этого всего, поэтому будем немножечко пить. Мы сейчас вышли немножечко в травоядность, поэтому сейчас совсем... Я решу, то, что хоботок, это немного непрактично, хоть и позволит нам немножко сохранить наши очков ДНК, поэтому лучше я покажусь ресничками немножечко сейчас. Да какой же ты быстрый, ты можешь отстанешь от меня, а? Блядь, заебали. Дайте... Мне осталось-то чуть-чуть. О, привет. Всё, у нас появился муз. Замечательно, переходим. Мы прошли этап клетка, ура. У нас похоже на эфузорию. Давайте и назовёмся так. Вот такое, что у меня получилось. Для того, чтобы выходить на сушу, самое то. Сейчас главное, на высоком уровне сложности, когда ты только начинаешь, когда всё только зарождается, со всеми просто максимально дружиться. Постражаться всегда успеется. Потому что, чем дальше от нашего изначального гнезда, тем агрессивнее будут мобы, тем труднее будет с ними сражаться. Вот уже начали появляться те, с кем мы уже познакомиться не можем, поэтому... Самый разумный вариант это... устроить брачный завт и заставить эволюционировать наше клеймо. Всё, по идее, мы ничего больше в себя поставить не можем. Я сейчас закачал нашего персонажа просто на дружбу, без агрессии. Потому что сейчас поначалу мы просто будем со всеми дружиться. Мы с такими, как они, можем подружиться практически без проблем. Это меня очень радует. То есть... Дружба 8, мы можем победить всё буквально. Хорошо, будем знать. Ты просто поёшь серьёзно, без... Это скучно, реально. Наше племя ушло, и придётся за ним поспевать. Я убрал у себя маскировку. Зря, кстати. Надо было выбрать... Оставить себе маскировку каким-нибудь образом. Потому что она очень сильно понадобится. Примерно середина у нас сейчас прогресса, и можно перестраивать наше существо на то, чтобы она сейчас убивала, и будем сейчас сражаться, по большей части. Да, конечно, я, наверное, спешу, и в хорошем нужно задержаться на этом этапе подольше, но нет в этом смысла... А, я с повреждением себе не поставил скрытность, на свой случай, если мне придёт бродёр, ну ладно. Это вот, сразу говорю, это не конечный вариант существа, потому что оно будет эволюционировать, оно будет становиться больше, оно будет становиться умнее. Фу, это было жёстко, ну ладно. Привет, ребят, мы с вами дружим, я вас понял. А с вами мы не дружим. Ух ты, бродяга! Благо, блядя! Ух ты, блядя! Ух ты, блядя! Я чё-то ребят передумал как-то. Ну бос, нахуй, ребят. Ага, понятно. Опа, гигант. Ну с ним пока связано с чё-то неохотой как-то. Но, вот эти штуки подбирать... Блин. Вот эти штуки подбирать стоит. Давай-давай, быстрее, тикай-тикай-тикай-тикай-тикай. Ну а дальше на правах экранного диктора. Расскажу, что на этом этапе не происходило ничего сверхъестественного. Обычный гринк-мобов в агрессии, периодические посасывания, ну и накопление ДНК для окончательного улучшения существа. Вот такая вот... Я не могу это без фуха, это сказать. Вот такая вот хрень примерно получается. А, нет, ещё забыл удар поставить какой-нибудь. Ну примерно вот так вот у нас получается вот такое вот существо. Ничего, сверхъестественного в нём нет. Почти все очки ДНК я, кстати, потратил на него. Вообще концепция такая, то что вот здесь вот у нас сидит маленький персонажик. С большой головой, типа он до хера сейчас стал умным. А сзади него такой, типа скелет, концепт скелета, типа радиопатизированные руки и ноги, которыми он уже управляет непосредственно. Насколько у меня получилось это судить вам, сейчас пойдёт не самый сложный этап игры. Когда ты играешь первый раз в спор, то есть когда у меня был опыт, первый опыт мой игры в спор, для меня племя казалось просто, не знаю, что нечто невообразимое и очень сложным этапом. Но сейчас, я считаю, это не самый сложный этап. А, я могу ставить на паузу, замечательно. А теперь это а-ля римочка сейчас будет. Недалеко, кстати, от нас есть водоёмы, но я пока сейчас просто всё наше племя ставлю на добычу еды. У нас ещё доступны дудочки и колья. Для добычи нам ничего не доступно, плохо. Я в курсе, что пошли ещё племена, но пока они там недружелюбно настроены, давайте, пожалуй, им отнесём дары. А эти пока трое пусть занимаются тем, то что добывают пищу. По факту мы должны сейчас, без разницы, лучше с тремя подружиться, а с двумя повоевать. И дружиться лучше вначале. Они прямо с прянуть всё поселились, так не честно. Поэтому мы их точно будем разорвывать. Они относятся к нам нормально, замечательно, ведёмся. Они снова на нас злятся. Ладно, сейчас мы добудем немножко еды, наши дети подрадут, и мы пойдём их уничтожать. Кстати, это является особенностью игры на сложной уровне, то что они очень быстро начинают нас ненавидеть. По факту всё, мы уже можем идти оборужаться и идти на них войной. Хотя это плохая идея на самом деле. И я тут подумал, потому что нам ещё рано пока это делается. Стоять, нет, не надо никого атаковать, блядь, подождите. Идите, пока идут, собирайте. И с ними нужно будет дружить. Мы сейчас настроим дудочки, будем с ними дружить. Ебаные придурки, просто... Имбецилы! Нахуя его атаковать? Я вам не говорил его атаковать. Вы, блядь, его атакуете, пидорасы. Надеюсь, он успеет донести, пока они не расхерачат наши племя. Ой, блядь. Стоять, имбецилушки! Мы не атакуем никого. Мы не атакуем никого, бежим! Так, вроде мы подарили. И они к нам нормально относятся, всё замечательно. Берём все дудочки и идём к розовым дружиться. Впизду это всё. Вождь поезд у нас начало. Бежим сейчас все срочно сюда. Ты начинаешь есть. А у нас есть ничего, класс. Время мы берём и идём, собираем еду. Из три агрессивных просто. Три максимально агрессивных просто. Зелёный начинает нападать, да? Ты говоришь, что это сейчас херня вместе с ними придёт? Два племя одновременно вы чё? Вы... А ты как вообще называется? Давайте чини по-быстрому и бежим с ратузой, направляем на чужое племя. Бежим, нападаем срочно на это племя. Чи не малыш, чи не минус дороги. В смысле? Как у тебя сразу так много их появилось, э? Вы серьёзно? Вот почему мне, когда нужно оружие, его не дают вообще? Нет, не атакуем! Нельзя его атаковать, нельзя! Фу, бяка! Теперь они к нам плохо относятся, класс. Так, вождя отправляю, чтобы принести им дары. Остальное племя, говорю, чтобы они занимались собирательством. Сейчас немножко попроще будет без одного племени. Мы будем контролировать два... Ага, попроще, говорю, да? Быстро вооружаемся. В какое-то время зелёные на вас не будут нападать. Мы могли бы на них напасть, но нужно сейчас с ними подружиться. Вообще, с фиолетами, но с фиолетами мне не так погружает, потому что у них всего лишь недовольная рожица, а у зелёных именно агрессивная рожица. Поэтому лучше сейчас подружиться с зелёными. Для этого нужно немножечко еды. Серьёзно, они эту штуку завалили? Валю! Охренеть, это серьёзно, это классно. Я не думаю, что её завалить в принципе можно. Сейчас надо будет отправить шамана к зелёным, чтобы выиграть хотя бы немножко времени. Я вам только что подарок сделал, эй, придурки, эй! Ну кого атакуете вы чё? Атаковуем их. Силу, блядь, они почувствовали, охуели совсем. Всё, не гоним их дальше, всё нормально. Дальше продолжаем собирать еду. Сейчас попробуем их довести до фиолетового звёзд, до фиолетовой рожицы. До синей, точнее, рожицы. Посмотрим, что из этого получится. Дружить пришёл с копьями, прикольно. Им трубы нужны, у меня нет труб. Наконец-то. То есть, теоретически их можно довести до синей рожицы. Блин, сложно реально. Нет у меня труб, давай ещё раз. Если они будут какое-то время оставаться синими, и вообще, возможно, они перейдут в другое положение, то это будет вообще шикарно. Ты куда побежал, придурок? Я тебе чё сказал? Я тебе сказал взять трубу. Будь добр, подзять твой, сука, зад и взять трубу. Я понял примерно тактику. Тактика, на самом деле, простая. Мы догоним, то есть, дарим подарок, 10 еды, и потом мы делаем так, чтобы у них была синяя рожица. То есть, один раз подружиться, на самом деле, вот такого вот орды нам за глаза хватит. Вот, и... А следом мы уже просто начинаем выживать. И если нам нужно, мы племы убиваем, а если нам нужно, дружимся с племенем. И как раз мы выходим на дружелюбие. Серьёзно? А, нахрена я предрещотки брал? Стоять, смотрим. У нас появилось только... Да, только это поселение, и мы сразу же, без примедления, идём несем на дорогу. Я, на самом деле, не думал, что у меня спорт так сможет увлечь. И, типа, я буду сидеть в ней настолько долго. Она нет, она увлекает. Есть тигры, которые ты садишься, и прям невозможно, и скучно. А тут ты сам себя развлекаешь, и, тем не менее, тебе весело, тебе интересно в это всё играть. И, тем не менее, ты какой-то челлендж, тебе задаётся этот челлендж, тебе тебе нереально интересно. Надеюсь, нет функции умерить в нехватке еды. Одно существо находится в состоянии голодания, поэтому... Мы не сможем сейчас доказать с ними подружиться. Нам нужно сейчас перегруппироваться немножечко и попробовать снова. Сначала нужно всем поесть. Мы довели их до синей рожицы, уже хорошо, но для того, чтобы нам подружиться полностью, нам нужно всё племя. Но всё племя хочет жрать. Главное, чтобы сейчас всё не пошло по пизде, и мы все не подохли. Хотя нам ничего не грозит, в принципе, на нас никто нападать не должен, и поэтому всё должно быть хорошо. У меня, в итоге, всё племя подохло от еды, и сейчас пытаемся заново восстановиться. Да ладно, они способны нам дарить ещё и плоды. Охренеть, это вообще выгодно получается. Собираем сейчас всё племя. Можно сказать, что последний путь. Давайте последний раз соедимся к племеням, и уже отправляемся. А, мы уже поели, замечательно. Мы уже отправляемся дарить им подарки и задабривать их. И это племя я уничтожу. Потому что зафиль... Оно на меня изначально агрессировало, поэтому его уничтожаем. Вот тем более сейчас. Да, блядь, просто бежим! Теперь вы не оставили меня выбрать, а я вас точно убью. Вы можете вырастать от него, а? Да вы издеваетесь, блядь! Окей, я понял. Всё, бежим сюда, просто бежим сюда все. Просто вооружаемся, блядь, копьями. И сначала ебашим их, потому что они реально заебали. Всё, по идее мы... Уничтожили их, сейчас можно просто немножко отдохнуть и собраться силами, чтобы подружиться с последним племенем. Финальная прямая, последний город. Идём дружиться. Следующий этап. Этап цивилизации самый сложный, на мой взгляд. Если играть вот сейчас, на сложном режиме, потому что, блин, там, серьёзно, вот, против тебя, то есть, ты играешь против искусственного интеллекта, а искусственный интеллект играет против тебя. И у них разные фракции, и если ты, блин, даже если ты заключишь союз с каким-то городом, у тебя его всё равно добьют. Я имею в виду то, что сколько бы ты городов не захватывал, искусственный интеллект всё равно объединится против тебя, и будет уничтожать тебя город за городом, пока не захватит твою столицу, и пока игра не будет провалена. Поэтому... Довольно хардкорный режим. Следующий. Но мы сейчас к нему перейдём, это не проблема. Аллилуйя, мы подружились с ним, ура! Да, это было жёстко. Наверное, самый долгий этап, который я играл пока что. Сейчас вот максимальная сосредоточенность, максимальная концентрация, минимум лишних действий, мы по максимальному стараться. Буквально каждую секунду на счету. Уже пошли основаться города, чтобы вы понимали. Всё, они уже все основались. Эти ко мне нормально относятся, это нейтрально, а эти как? Эти тоже нейтрально, ладно. На самом деле, тактика моя на этом этапе развития очень проста. Моя цель это как можно больше зарабатывать спорлингов сейчас. Для этого мне нужно, первое, захватывать пряности, что я успешно делаю, создав большое количество машин наземной и морской техники, и пытаюсь захватить побольше источников пряностей. И второй вариант, как мне зарабатывать спорлинги, это создавать инфраструктуру нашего основного, города таким образом, чтобы получать наибольшее КПД. Параллельно с этим я успеваю наладить наши отношения с другими городами, так как у нас экономическая держава, и нашим приоритетом будут являться те факты, что нам нужно иметь благоприятные с ними отношения, чтобы мы могли просто создать торговый путь. Имея торговый путь, мы будем зарабатывать спорлинги, и зарабатывая спорлинги, мы будем иметь возможность купить город, с которым мы наладили торговое соглашение. Таким образом, мы будем захватывать все города, но по большей части, до открытия уже самолетов. Как мы можем видеть, на нашем изначальном полуострове должно находиться как минимум 4 начальных города. Эти 4 города, мне не очень повезло, потому что на начальном острове возникла одна доминирующая держава, она была военной, которая очень сильно угрожала. Если бы я в определенный момент не начал ее просто задабривать с миллионами, спорлингами, то она в определенный момент просто бы сказала, эй ты, ты угрожаешь нашей цивилизации, и все, ты умираешь. Меня спасло тот факт, что я очень много начал зарабатывать спорлингов, и я мог финансово содержать себя и финансово содержать их, то есть платить дань, так скажем. Да, это было немножечко низко с моей стороны, но это помогло мне выжить в дальнейшем и, так скажем, победить в данной игре. Вообще вся игра за экономическую державу сводится к тому, что ты зарабатываешь спорлинги, потому что у тебя есть, во-первых, баф за рубрику этих самых спорлингов, а также у тебя есть возможность приобретать именно за валюту. Поэтому как-то так. Вот почему мне нравится играть за трудолюбие, потому что мы получаем экономику, экономика это только деньги и без войн, без религии, просто тупо деньги, это хорошо. Пробуем сейчас заключить торговое соглашение с этими. Хорошо, если мы дадим тебе... Согластишься, нет? О, замечательно, вы согласились. Замечательно, мы заключили торговое соглашение, два даже. Вы решили отказаться? Хорошо, если мы дадим вам денег. О чем я и говорил, просто объявляют мне войну. Я в нужном сократиться. Войнами мне сейчас очень не нужно. Сейчас просто мы делаем то, что наращиваем мощь свою. Я на самом деле не знаю, что документировать, просто меня хотят прессовать со всех сторон, меня и прессуют со всех сторон. Попробую сейчас заключить торговое соглашение с синими. Не знаю, насколько это у меня сильно получится. А синие прессуют этих, да? Это плохо. Я на самом деле помог бы им. Это все, чем я могу сейчас вам помочь, ребят. Хорошо, вы не хотите с нами торговать, ладно. Может мне получится как-то и задобрить дарами, постоянными, но я сомневаюсь, что это поможет, ну ладно. Но мне приходится давать им деньги, потому что в ином случае они мне просто прессанут. Это было бы очень не кстати. Я безумно радую тот факт, что я могу купить этот город, но блин, я не могу этого сделать, что мне пока не хватает спорнингов. Я попробую его сейчас за 4000 купить. Знаешь, я не спорил с тобой никак? А к сожалению, все, да? Ну ладно. Сейчас попробую нарастить морской флот, потому что тут мне больше делать нечего, так понял. И этот город может нас убить, просто взять и уничтожить, поэтому делать с ним больше нечего. Попробую сейчас к зеленым пойти, спросить у них что, как. А с синими дел больше иметь бесполезно, потому что они сейчас будут у нас очень сильно боковать. Замечательно, мы с торговым соглашением хоть с кем-то заключили. Я попробовал еще подарить дары синим, но экономам играть крайне сложно на цивилизации. Прям невообразимо, потому что любое мое действие приводит буквально к тому, что меня посылают нахуй. Буквально все, кому не лень, потому что, типа, экономическая страна, идите нахуй. Здравствуйте. Он со мной даже не говорить не будет, пока не захочет. То есть пока у него со мной нормальные отношения не будет, он даже говорить со мной не захочет. Пока ему денег нормально не нацеплю. Сейчас мне еще деньги придут, я ему сейчас соблю. Давайте еще раз. А теперь сможем заключить с тобой торговое соглашение, да? Да, мы можем заключить. Ура! Сейчас попробуем еще купить пару единиц техники, и мы сможем захватить наш Пуру Остов, и будет вообще шикарно. Попробуем сейчас этой машиной полететь в этот город и заключить с этим городом торговое соглашение. Я себя чувствую такой вот монопольной компанией, которая просто контролирует все и вся, и просто все в моих руках. Это невообразимое чувство. Как будто я себя сейчас в данный момент чувствую как какой-то крышущий наркобарон, который барыжит пряностью. Это, блин, странно на самом деле чувство. Ну, правда, они нас немножко прессуют. Можно сказать, они нас крышуют и защищают от всего. Вообще, по итогу у нас оказалось три самых сильных державы. Это рыжие, зеленые и синие. И со всеми ними у нас положительное отношение. Это очень даже хорошо. Это вот благодаря микроконтролю, потому что я смог научиться контролировать, то есть смог научиться получать деньги буквально из воздуха. Максимально комплектовал город я. Один, единственный наш. И сейчас посмотрим, что из этого можно получиться. На самом деле, цивилизация мой любимый этап игры. Не знаю почему. Наверное, нравится такого типа экономические стратегии. И... Не знаю, просто мне нравится. Тем более, я уже почти все города начал захватывать. А, его начинают прессовать рыжие. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Сколько ты за него хочешь? Я думаю, 16 тысяч спорликов будет достаточно. Мы теперь немножко подпортили отношения с красными, но тем не менее у нас с ними даже нормальные отношения. То есть у нас с ними нейтральная рожечка, поэтому нападать они, думаю, не будут. Если я сейчас могу получить два города, я смогу вдвое быстрее получать деньги. А значит, вдвое быстрее покупать следующие города. 16 тысяч у нас есть. Я думаю, смогу сейчас попробовать приобрести его. А, согласны? Замечательно. У нас теперь есть два города. Экономика, конечно же, экономика. Самолеты? Значок самолетов? Серьезно? А, это достаточно маленький город, к сожалению, наверное. Так, у нас есть незадействованные машины. Мы начинаем торговлю с этим городом. Давайте сейчас немножечко ответим ему денег, чтобы он на нас не возникал. А я могу купить город у них, у зеленых. Давайте, пока мы делать этого не будем. Пока распустим наш флот. Временно, естественно. Да, ура! Теперь у нас есть война. Класс. Я вынужден теперь ставить оборону. Класс. Не могу не нарадоваться. Сука, супер. Рапунчо. Это что такое у нас? Можно попросить у синих военной помощи против Рапунавска. А, 5000 спорников нам нужно, окей, забудь. Только на все профессионалы нужны деньги. Где взять деньги, я не знаю. Военный понтфр против Рапунавска. А, они против друг друга воюют, что ли? А, лау. А это зеленые против них воюют? Ладно. Допустим. Сейчас попробуем захватить этот город. Точнее, купить его, но у нас не хватает денег. Ладно. Да, что-то жестко как-то слишком. Идет игра. Я в курсе, что я могу купить этот город. И вот этот город я могу купить. Но пока денег нет на это. Пробуем сейчас купить денег. Купить город. У нас есть. Хватает 7 миллионов. Да. Звечательно. Мы еще один город приобрели. Я вот не знаю. Давайте лучше военное дело купим. На всякий случай. Экономику мы все распустим. Кроме, кроме вот этого города. Три машинки мы здесь оставим. Пусть торгуют здесь. Блин, 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 блин. Сейчас красные могут захватить. Не могут, потому что мы их уничтожим. Зеленый. Замечательно. Сейчас купим на покупку города. Пробуем сейчас зеленых задарить еще дарами. Немножечко. С целью того, чтобы заключить с ними торговое соглашение еще. Сейчас купим 16 тысяч на покупку этого города. Все, мы покупаем этот город. Экономика. И все машинки мы сейчас распускаем. Все машинки, я сказал. Покупаем еще тут парочку корабликов. И заключаем торговое соглашение с зелеными. Да, я знаю то, что нам открыты самолеты, но пока я этого делать не хочу. Приходится немножечко сейчас отдавать спорлинги для того, чтобы поддерживать отношения. Но и ничего. Захватим сейчас всю планету, и все будет замечательно. Пока не хочу покупать зеленых. Я хочу сначала уничтожить красных. До конца, чтобы остались только мои зеленые. Что, простите, что произошло? На какой город? На Москву напали? Что? Что? Ты, что ли? Господи. Напугало, а? Ты напугал, конечно, меня. Напали, говорит. Сейчас разберемся. Охуеть. Неожиданно, не ожидал. Беда пришла, оттуда не задали. Замечательно. Сейчас военное дело пока отправится вот сюда. И есть небольшой у меня экономический план. Так, у нас сколько осталось? Вижу, три города. Хватит. Торговля. 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 Замечательно. Теперь я буду торговать с каждым городом, и буду получать за это бабки. Давайте купим, я могу купить город. Вот у меня вопрос, почему, когда я говорю, так, получается, совершенно иначе. Я говорил, что этап племя будет сложный, а он оказался легкий. Говорил, что этап цивилизация будет сложный, а он оказался несложно, он оказался средней сложноты, и не сказал бы, что он совсем прям пиздец. В принципе, нормальные этапы, и я не ощущал особой сложности. Да, я сейчас делюсь шкуру неубитого медведя, можно сказать, но, come on. Так, построили еще один город. Снова военное дело. Хотя, ну нахуй, это военное дело. Нам по сути нужно 48 тысяч, и мы сможем пройти этап. Даже вот так вот, просто решили присоединиться ко мне, и вот, все, пожалуйста, вот, вы весь мир мой. Это первая серия подходит к концу, как бы это, для вас это, может быть, была небольшая серия, я, скорее всего, уложусь, думаю, уложится весь материал серии в 10 минут, Но для меня это было пиздец долго, ребят. Не знаю, я буквально пару дней убил на эту игру, да. Мне было интересно играть, но пока на этом все. На следующей серии.